Свадьба была пышной. У Алины было кружевное платье с открытым верхом. Она в нем казалась нежной, воздушной и очень красивой. Гостей было больше ста. Многих Алина видела впервые, узнав лишь от родителей, кто есть кто. Когда в качестве подарка Сережины родители положили пухлый конверт, Алина едва не подпрыгнула от радости. Сергей с самого начала говорил, что его родители подарят очень хороший подарок. Зато когда пришел черед подарка от Алининых родителей, девушка была готова провалиться сквозь землю. «Дорогие Алиночка и Сергей!» – всхлипнув, начала мама невесты. «Мы с папой поздравляем вас с днем свадьбы и дарим вот этот скромный подарок». На этих словах Татьяна Михайловна выточила из-под стола внушительную коробку, перевязанную бантом, и протянула молодым. «Этот подарок пригодится вам в семейной жизни», – поддержал супругу Игорь Владимирович и подмигнул дочери. Алина натужно улыбнулась. Родители целый месяц говорили о том, что у них будет шикарный подарок, а в итоге преподнесли какую-то коробку. Девушка покосилась на молодого мужа. Похоже, тот тоже был не рад подарку в виде блендера или хлебопечки от родителей жены. «Горько!» – вытерев слезы, громко произнесла Татьяна Михайловна. «Горько!» Невеста закрыла глаза и вытянула губы уточкой, не забыв прикрыться фатой, но вместо горячего поцелуя услышала возмущенный шепот Сергея. «Ты говорила, твои что-то стоящее подарят!» Алина скривилась. Не самый удачный момент для обсуждения подарка. Сергей замолчал, и торжество продолжилось как обычно, но Алина чувствовала внутреннее напряжение, которое просто искрило от молодого супруга. Когда праздник подошел к концу и все гости разошлись, Алина с предвкушением счастья поднялась в гостиничный номер. До свадьбы они с Сергеем жили, каждый у своих родителей, и потому сегодняшняя ночь должна была стать первой, которую они проведут в одной постели. Но все пошло совсем не так, как ожидала девушка. «Ну, что скажешь?» – раздраженно начал Сергей, едва за молодыми захлопнулась дверь. «В каком смысле?» – игриво откликнулась Алина, словно не услышав интонации новоиспеченного мужа. «В самом обычном!» – рявкнул Сергей. «Ты же видела, что подарили твои! Мои-то вот конверт с кругленькой суммой!» Он взял со стола стопку праздничных конвертов и живо выудил оттуда самый пухлый. После этого Сергей быстро достал и пересчитал из него деньги. «Сто тысяч! Ты обещала, что и твои не меньше в конверт подарят. И где он, этот конверт?» «Да, они обещали что-то стоящее подарить!» – грустно ответила Алина. «Но я к ним в карман не заглядываю. Подарили то, что могли!» Она попыталась обнять мужа, но тот грубо оттолкнул ее. Отошел к столу с подарками и небрежно оторвал кусок упаковочной бумаги с подарочной коробки родителей Алины. «Хлебопечь универсальная!» – с издевкой произнес Сергей. «Отличный подарок! Нечего сказать! Я кредит на полмиллиона взял, личные деньги спустил, которые на машину откладывал. Надеялся, что свадьба подарками хоть частично окупится!» «Погоди переживать, Сереженька!» – попыталась успокоить мужа Алина. «Давай сначала все конверты откроем!» Когда они открыли все конверты и разложили купюры на кровать, оказалось 350 тысяч. Из них сто – от родителей Сергея. «Даже кредит закрыть не хватит!» От злости Сергей, что есть сил, пнул ножку кровати. «Еще мультиварка и чайный сервиз от моей тети из Твери!» – робко добавила Алина. Она знала взрывной характер Сергея. Вот и сейчас всем своим существом чувствовала, назревает скандал. Алина присела на край кровати и постаралась утихомирить мужа. «Сереж, давай проведем эту ночь, как мечтали, а уже потом будем думать, что делать с подарками!» Девушка многозначительно приподняла подол платья. «Ты еще даже не видел, что у меня под юбкой!» «Да я прекрасно знаю, что у тебя там!» – рявкнул Сергей так, что задрожали стекла. «А вот что мне делать с этими нищебродскими подарками, ты подумала?» «Али-то твои родственники, как полагается, а подарки подарить зажмотились!» «Если бы знал, что так будет, то никакой бы свадьбы не делал!» – орал Сергей, разбрызгивая слюну по комнате. У Алины предательски задрожали губы. «Ты сейчас серьезно?» «Серьезнее не бывает!» – отвернулся Сергей. «Сколько эта хлебопечь стоит?» «Тысяч пять?» «Хорошо, твои родители устроились!» «Ну, хватит!» – огрызнулась Алина, поправляя платье. «В чем моя-то вина?» «Ты еще спрашиваешь? Разве не ты говорила, что одним подарком от твоих родителей окупится вся свадьба?» «Такой обман!» «Я теперь вижу только один выход – развод!» «Ах, ты хочешь развод? Отлично!» Скандал разгорелся с новой силой. Все закончилось тем, что Сергей, хлопнув дверью, ушел, захватив все подаренные деньги. Алина проплакала всю ночь, пытаясь дозвониться до мужа, но тщетно. Обычно в ссорах девушка первая шла на примирение, а Сергей благосклонно принимал ее извинения. Но не в этот раз. Сейчас Алина чувствовала, что он перешел границу. В такой важный день так себя вести... Утром Алина позвонила родителям. Отец быстро приехал, помог погрузить вещи в машину. «Я что-то не пойму. Вы что, разводиться решили?» – удивился он. «Вчера ведь все было так хорошо. Какая муха вас покусала за эту ночь?» «Если бы муха!» – едва сдерживая слезы, пробормотала Алина. «Поехали скорее домой!» Дома их встретила обеспокоенная Татьяна Михайловна. Но Алина не хотела ни с кем обсуждать произошедшее. Да и что сказать родителям? Не упрекать же их за такой маленький подарок. Она чувствовала себя виноватой и перед Сергеем, и перед всеми гостями, которые еще сутки назад искренне желали им долгой семейной жизни. Девушка закрылась в своей комнате, чтобы успокоиться. Но звонок от новоиспеченной свекрови не позволил ей этого сделать. «Алина, чем ты так обидела Сергея? Он пришел домой под утро пьяный и завалился спать». «Я обидела?» – удивилась Алина. «Он бросил меня одну в гостинице, а сам прихватил все подаренные деньги и ушел в неизвестном направлении». Свекровь замолчала. Но денег при нем не было. Его привезли незнакомые парни, сказали, что познакомились в клубе. «Алина, без причины он не оставил бы тебя одну в гостинице. Это наверняка ты чем-то довела моего мальчика». Дальше слушать Алина не стала и бросила трубку. Ее душили рыдания. Получается, всю предыдущую ночь, которая должна была стать их первой брачной ночью, Сергей провел в ночных клубах, прогуливая подаренные деньги с незнакомыми девицами. И этот человек высказывает ей претензии за скромный подарок родителей? «Алиночка, я испекла твои любимые блинчики», – в комнату заглянула Татьяна Михайловна и тут же кинулась успокаивать дочь. «Да что в конце концов случилось? Сейчас же рассказывай, какая кошка между вами пробежала?» – потребовала она. Скрывать было нечего. Алина все рассказала родителям. «Вы что, даже не открыли наш подарок?» – удивился отец Алины. Алина покачала головой. «Зачем? Там же хлебопечка». «Ах, Алина!» Отец открыл коробку с подарком, аккуратно достал хлебопечь и открыл крышку. Внизу лежала связка ключей. «Что это?» «Это наш подарок. Ключи от вашей квартиры», – улыбнулась Татьяна Михайловна. «Сюрприз был в том, что вы откроете хлебопечку, а там ключи. На сегодня мы записаны к нотариусу для оформления квартиры на вас с Сергеем, чтобы Сергей себя прямаком не чувствовал. Так что можешь мириться со своим Сергеем. Звони мужу». Дрожащими руками Алина взяла в руки связку ключей. «Вот это да! Получается, ее родители и в самом деле вручили шикарный подарок, который ни в какое сравнение не идет с подарком от родителей Сергея». «Ну уж нет!» – дернула плечами Алина. «Теперь я точно с ним мириться не стану». Сергей позвонил только через три дня. Видимо, столько времени ему понадобилось, чтобы как следует остыть и переосмыслить ситуацию. Но попытки помириться он не предпринял, а продолжал винить Алину в испорченных отношениях и требовал покрыть как минимум половину кредита. Но Алина знала, что им отношениям конец, и она не вернется к мужу. Поэтому с легким сердцем подала на развод. Тем более, что теперь у нее была своя отдельная квартира. Алина знала, что он не может быть Продолжение следует...